Телеурок Здравствуйте, ребята! Меня зовут Асель Кубатовна. Добро пожаловать на урок математики. Стали ровненько, красиво. Посмотрю-ка я на вас. Ах, какой хороший класс! Я желаю всем удачи. За работу в добрый час. Начнём урок с хорошего настроения, как у нашего солнышка. Ребята, 12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. Кто первым побывал в космосе? Гражданин России Юрий Алексеевич Гагарин. На ракете «Восток» он облетел вокруг нашей планеты за 108 минут. Сегодня наш урок математики посвящен ко Дню космонавтики. Ребята, а вы хотите полететь в космическое путешествие? Я приглашаю вас в космическое путешествие. Прямо сейчас ждёт нас быстрая ракета. До полёта на планету. Отправляемся на Марс. Звёзды в гости. Ждите нас. На какую планету мы отправимся? На планету Марс. Но для полёта нам нужна ракета. Построим ракету. Назовите геометрические фигуры, из которых может состоять наша ракета. Многоугольники. Давайте составим из этих геометрических фигур ракету. Молодцы, ребята. Вот такая ракета у нас получилась. Чтобы наш полёт был удачным, надо быть внимательным, правильно и быстро производить расчёты. То есть правильно решать выражения и задачи. Посмотрим, кто из вас готов к полёту. Кто ответит быстро и правильно на следующие вопросы, того берём в полёт. Будьте внимательны. Какое число надо увеличить на 7, чтобы получить 15? 8. На сколько число 62 больше числа 42? На 20. Найдите сумму чисел 44 и 7. 51. Из числа 46 вычтите сумму чисел 10 и 6. 30. Первый множитель 2, второй множитель 6, чему равно произведение. 12. В классе было 15 человек. Из библиотеки вернулось ещё 5 человек. Сколько человек стало в классе? 20. Ребята, откройте тетради, запишите сегодняшнее число. Классная работа. Пуск. Мы отправляемся в путешествие. Мы с вами прибыли на планету Марс. Планета Марс – это четвёртая планета по удалённости от Солнца. Её ещё называют Красной планетой из-за того, что планета имеет красноватый свет. Названа планета так в честь древнегреческого бога войны Марса. Здесь нас встречают местные жители, марсиане, которые приготовили вам интересные задания. Они хотят узнать, насколько хорошо мы с вами изучили математику, и сможем ли мы им помочь раскрыть один секрет. Первое задание от инопланетян. Рассмотрите внимательно выражение. Можно ли сравнить данные выражения, не вычисляя их? Сравните выражение. Проверьте себя. На экране 5 умножить на 2 равно 10. Прочитайте равенство, называя компоненты умножения. Первый множитель, второй множитель, произведение. Подберите к этим равенствам рисунки. Использовать можно кружочки. Подберите к этим равенствам по два выражения, используя деление. 10 разделить на 5 равно 2. И 10 разделить на 2 равно 5. Какое правило вы использовали при составлении выражений? Если произведение разделить на один из множителей, то получится другой множитель. Итак, тема нашего урока. Прием делений, основанный на связи между компонентами и результатом действия умножения. Попробуем сформулировать задачи урока. На уроке мы с вами продолжим закреплять знания о связи между компонентами и результатом умножения. Освоим прием деления при помощи примера на умножение. Рассмотрите первый столбик примеров. Используя произведение, найдем неизвестные множители. К каждому примеру на умножение составьте два примера на деление. 4 умножить на 3 равно 12. 12 разделить на 4 равно 3. И 12 разделить на 3 равно 4. Аналогичную работу проделайте со вторым и с третьим столбиком. Проверьте себя. Молодцы, ребята. Давайте решим задачу. Прочитаем задачу. Цена тетради 3 сома. Сколько стоит 5 таких тетрадей? Сделайте схематический чертеж и решите задачу. Составьте и решите задачи обратной данной. Сколько стоит одна тетрадь? 3 сома. Что нужно узнать? Сколько стоит 5 тетрадей? Сделайте чертеж задачи. Решение задачи. 3 умножить на 5 равно 15. Ответ 15 сомов. Составьте две обратные задачи. Обратная задачи. Обратная задача номер 1. На 15 сомов купили несколько тетрадей по 3 сома за тетрадь. Сколько тетрадей купили? 15 разделить на 3 равно 5. 15 разделить на 3 равно 5. Ответ 5 тетрадей. Обратная задача номер 2. За 5 тетрадей заплатили 15 сомов. Сколько стоит одна тетрадь? 15 разделить на 5 равно 3. Ответ 3 сомов стоит одна тетрадь. Ребята, давайте теперь немного отдохнем. Встали все. И давайте весело потанцуем. Продолжаем работу. Прочитайте задачу. В киоске за один день продали 50 тетрадей, а осталось на 27 тетрадей меньше, чем продали. Сколько всего тетрадей было в киоске до продажи? Что известно в задаче? Известно, сколько осталось тетрадей. Как это записать? Что нужно узнать? Перед вами краткая запись. Продали 50 тетрадей, а осталось неизвестно на 27 тетрадей меньше. Было неизвестно. Повторите задачу по краткой записи. Сколько знаков вопроса в краткой записи? Что это значит? Это значит, что задача решается в два действия. Первое действие. 50 минус 27 равно 23. Осталось 23 тетради. Второе действие. 50 плюс 23 равно 73. Ответ задачи. Было 73 тетради. А можем ли мы эту задачу записать выражением? Да. 50 плюс, скобка открывается. 50 минус 27, скобка закрывается. Равно 73. Молодцы, ребята. Рассмотрите фигуру, изображенную на слайде. Какая фигура изображена? Квадрат. Докажите, что это квадрат. У данной фигуры все стороны равны. Начертите в ваших тетрадях такой же квадрат и ответьте на вопрос, как найти его периметр. Периметр квадрата равняется 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Периметр квадрата равняется 12 сантиметрам. Можно ли по-другому найти периметр квадрата? Как? Запишите выражение. Периметр квадрата равняется 3 умножить на 4. И периметр квадрата равняется 12 сантиметрам. Запишите к себе в тетрадь формулу нахождения периметра квадрата. Выделите в рамочку. Периметр квадрата равняется А умножить на 4. Возвращаемся домой на нашу планету. Возвращаться нам пора. По местам, мои друзья. Наконец, вся детвора из полета возвратилась и на землю приземлилась. Подведем итоги нашего урока. Что нового узнали на уроке? Как найти периметр квадрата? Почему это важно? Помогут ли вам эти знания в жизни? Все ли было вам понятно? Как вы сегодня работали? Сегодня вы все хорошо поработали. Оцените свою работу и нарисуйте солнце зеленого цвета, если вы считаете, что урок прошел для вас плодотворно. С пользой. И вы научились и можете помочь другим. Желтого цвета, если вы считаете, что тема вам понятна, но надо еще потренироваться. Красного цвета, если вы считаете, что было трудно на уроке и надо подойти к учителю, позаниматься дополнительно. На этом у нас урок окончен. До новых встреч!